МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Курган.ру. В студии Павел Баев. Коротко о главных событиях. Глава региона побывал в очередной районной школе. Образовательное учреждение не вмещает учеников и требует ремонта. Умный дом от корейских бизнесменов. Предлагаются проектные решения, еще не прижившиеся в России. Например, электричество от лифта. Училище Олимпийского резерва будет жить. Ведь в этом заверили студентов и преподавателей на общественном совете по спорту. Ремонт или строительство. В Рио губернатора Курганской области Вадим Шумков побывал в Краснооктябрьской средней школе. Здание давно уже стало ветхим, а школьникам не хватает учебных мест. Поселок Красный Октябрь Каргопольского района. Местная школа. Глава региона Вадим Шумков оценил состояние учебных кабинетов. Столовой пообщался с педагогами. Одна из главных проблем – нехватка мест. Ученикам приходится обучаться в две смены. В прошлом учебном году здесь занимались более 460 детей. Учитывая, что при строительстве учебное заведение было рассчитано всего на 250 человек. По словам директора школы Альбины Милехиной, ожидается еще увеличение числа учащихся. Те проблемы, которые есть, это прежде всего вот то единственное здание, которое мы имеем, где всего 11 учебных кабинетов. Классы начальной школы перегружены. Поэтому это те из самых основных проблем, которые требуют рассмотрения. Нуждается здание школы и в капитальном ремонте. Его здесь вообще не видели. В 2011 году была замена электропроводки и осветительных приборов. Год назад частично обновлен фундамент и центральное крыльцо. Однако это не решило проблемы. Школа была построена, здание ее в 1955 году. Как бы мы не старались сохранить, как бы мы не старались ее подкрасить, подбелить, поремонтировать, конечно, ветхость здания уже просматривается. Одна из самых больших бед нашей школы – это то, что по проекту, а по проекту 47-го года строилось здание этой школы, не предусматривало строительство спортивного зала, которого мы на сегодняшний день так и не имеем. Что касается образовательной части, ситуация обстоит куда лучше. Среди выпускников этого года есть претенденты на медали. Стабильные показатели ЕГЭ – ремонтировать или строить новую школу. По словам Вадима Шумкова, вопрос непростой. Здесь необходимо отстроить работу так, чтобы людям просто в очень короткие сроки объяснить, когда появится новая школа, потому что, к сожалению, с 2012 года громко речит писем, отписок, обещаний. Я сказал, что это не мой подход. Мы конкретно скажем, когда будет новая школа, либо отремонтирована школа, но ремонтировать не хотелось бы, честно говоря. Мы походили по ней, там сложное состояние объекта. Стоимость строительства – почти полмиллиарда рублей, и, к сожалению, пока бюджетом эти средства не предусмотрены. Максим Ахахонин, Тимур Натсулханов, Дмитрий Тихонов, Лидия Гайгородцева, информационное агентство Курганру. В рамках рабочего визита глава региона Вадим Шумков посетил поликлиническое отделение Каргопольской ЦРБ, осмотрел состояние здания, поговорил с медперсоналом. В планах провести ремонт и повысить качество обслуживания. Планы благоустройства территории медучреждения обсудили совместно с директором департамента здравоохранения Ларисой Кокориной. Последний раз ремонт в поликлиническом отделении проводили пять лет назад. Задача на этот год. Во-первых, завершить здесь информатизацию, чтобы они работали с электронной медицинской карты. Второе – это мы проведем благоустройство территории, но там необходимо выполнить ремонт и сделать дорожку. Я думаю, что мы решим с главой. Мы не про разговоры еще проговорили с директором департамента здравоохранения. Местное население обслуживает 16 медработников. В поселке функционирует отделение скорой помощи. Вместе с тем не хватает выездных приемов врачей ЦРБ. В РИО губернатора поручил назначить специалистов, составить график и разместить его в отделении и на сайте районной больницы. По словам Вадима Шумкова, продолжаются ремонтные работы в Каргопольской ЦРБ. Кроме этого, в планах установить еще четыре ФАПа на территории района. Ольга Медведева, Тимур Нудсулханов, Дмитрий Тихонов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру. У природы нет плохой погоды, но есть ветреная. Накануне в Китовском районе местами прошел ураган. Его последствия ощутили на себе жители сел Становое и Коширина. Там оборвало линии электропередач. Ветром раскрыло крыши. Повсеместно повалены деревья. Стихия не пощадила и местную школу. В спортзале образовалась протечка и дождем буквально заливало помещение. Напомним, что управление МЧС России по Курганской области предупреждало население об ухудшении погоды. Однако для местных жителей аномалия все равно стала неожиданностью. Прямо было все темно. И потом такой ветер с дождем. Но очень страшно. Крышу он раскрыл, а вы же видите, вот крыша раскрыта. А сколько деревьев повалено. Свет нам дали вчера только в 7 часов. Энергосбережение, технология умный дом и многое другое. Курган посетила делегация южнокорейских бизнесменов, которые предложили предприятиям и чиновникам сотрудничества в сфере высоких технологий. В состав делегации вошли представители четырех компаний. Они специализируются на проектировании, прокладке сети электроснабжения, связи, тепловодоснабжения и канализации. Занимают лидирующие позиции в своих областях. Сегодня мы расскажем вам о новейших технологиях, которые применяют в Корее при проектировании и строительстве зданий. А также покажем на примере одного проекта, который сейчас разрабатывается на территории города Тюмени. Это многофункциональный центр, 20 наземных этажей и один подземный. Корейские гости предложили ряд проектных решений, которые пока не очень широко используются в России. Это получение электрической энергии от работы лифта, оснащение парковок устройствами для зарядки электромобилей. Я знаю, что в России, как и у нас, электричество ночью дешевле, чем днем. Поэтому в Корее мы ночью заряжаем специальные накопители, а днем используем их как источники энергии. Также корейцы посоветовали внедрять технологию «Умный дом». Она позволяет управлять жилым помещением и всеми находящимися внутри электроприборами дистанционно, с помощью планшета или пульта. Это касается поддержания в помещении заданной температуры, уровня освещения, вентиляции и многого другого, вплоть до обнаружения на парковке вашего автомобиля. Делегация азиатских бизнесменов выразила надежду, что визит приведет к развитию сотрудничества Курганской области и Южной Кореи и появлению в нашем регионе новых современных высокотехнологичных зданий. Алла Маковеева, Николай Волков, Александр Киселев, Александр Карпов, информационное агентство Курганру. ЕГЭ по физике в этом году решили сдавать более 900 зауральских выпускников. В Департаменте образования и науки отмечают, что количество желающих проверить свои знания по этому предмету с каждым годом увеличивается, и учащиеся показывают хорошие результаты. С учетом, что область как раз нуждается в технически подготовленных, квалифицированных кадрах, инженерные специальности ждут желающих. Экзаменационная работа по физике состояла из двух частей, включающих в себя 31 задание. На ее выполнение было отведено 3 часа 55 минут. В этот же день, 5 июня, более 200 выпускников 11 классов сдавали письменную часть экзамена по иностранным языкам. В большинстве своем это был английский. Экзамены прошли в штатном режиме без сбоев. Отметим, что результаты по физике будут известны не позднее 20 июня, а по иностранным языкам не позднее 24 июня. Призвать к бдительности. С этой целью сотрудники МЧС проводят профилактические рейды. В начале мая лесные пожары шокировали регион, а затем пронеслась волна пожаров техногенных. Даже в сырую погоду оперативные службы не устают напоминать о правилах пожарной безопасности. Запрещается жечь траву и разжигать костры. И все еще у населения остаются вопросы. Совсем запрещается? Да, отвечают те, кто в самом начале мая просто жил на пожарах. Противопожарный режим, введенный с 23 апреля, будет действовать в регионе вплоть до установления снежного покрова. Это то, что касается разведения огня в жилом массиве. На территории Китовского района зарегистрировано на данный момент 50 техногенных пожаров, то есть пожары, которые произошли непосредственно в жилом секторе. Составлены более 400 административных правонарушений. Многие граждане владеют информацией, но не всегда ее соблюдают. И поэтому ежедневно проводится плодотворная работа по данному направлению с целью предупреждения и осуществления пожарной безопасности на территории района. Супруги Даниленко на собственном опыте убедились, что огонь и вода – самые страшные стихи, от которых сложно уберечься. Они помогают бездомным животным. Совсем недавно им пришлось спасать собак из горящего приюта в микрорайоне Тополя. А до этого беда коснулась друзей. Мы знаем, вот у наших знакомых сгорел дом, у них как дача была в Белозерском районе. У них хорошо, у них есть еще квартира, а многие люди остались без жилья, без крова, с детьми. Я всех призываю, люди, давайте будем внимательно к этим явлениям. Сами не будем поджигать и будем останавливать других, если вдруг мы видим это безобразие. Ольга Медведева, Дмитрий Тихонов, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру». Курганское училище Олимпийского резерва будет работать. Реорганизация не предусматривает сокращения финансирования. 4 июня на площадке общественного совета при управлении по физкультуре и спорту обсудили этот вопрос. В заседании приняли участие глава ведомства Александр Васильев, представители управления, сотрудники администрации училища, тренеры и студенты. В настоящее время училище продолжает свою работу. На сегодняшний день выделено 25 мест на прием по специальности физическая культура. Новым учредителем училища выступит непосредственно Департамент образования и науки, который и регулирует потребность в профессиональных кадрах и взаимодействия с работодателями. Оптимизация финансирования учреждения не предусматривается. Ни один студент по необъективным причинам отчислен не будет, заверили студентов и преподавателей на общественном совете. В училище Олимпийского резерва студенты обучаются не только профессиональной спортивной подготовке, но и получают общее среднее образование. На сегодня все. Впереди прогноз погоды. До свидания и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Я уверен, что на любом кофрище учебном, рабочем, производстве, где бы вы ни оказались, добьетесь успеха. И все знания, которые вы получили в этой прекрасной школе, они вам пригодятся. Любые, поверьте мне, химия. Вы должны понять, что там написано на лекарствах, какие там формулы, чтобы сами себя не отравили. Исчезвознание, биология, все пригодится. А история. Вы представляете, сколько информации. Я до сих пор каждый день получаю новую-новую информацию. Это океан знаний. Плывите по этому океану, не захлебывайтесь, особенно не ревнуйте, не завидуйте. Вам страна дала все, что можно. Вы самые талантливые. Ваши ровесники побеждают на всех Олимпиадах мира. Добрый дальний путь безграничный. Безгранично. Мы не будем ставить границ 100 лет, 120 лет. Впереди цифры вы будете вспоминать через 50 лет и найдете этот день. 23 мая скажет, как молоды мы были. Вот запоминайте все это. С праздником! Сегодня в программе. Ура! У нас каникулы. Ипотечные. ЛДПР предлагает дать должникам отсрочку на погашение кредита, взятого для строительства жилья. Банки проводили довольно жесткую, такую агрессивную политику, поскольку главная цель коммерческого банка – заработать деньги. Алексей Диденко, председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, в рубрике «Слово депутата». Почему так мало оправдательных приговоров в отечественных судах? Ну что у нас в тюрьмах сидят инвалиды, дети и женщины? Ну давайте отпустим их. ЛДПР за гуманизацию пенитенциарной системы России, в рубрике «Политдневник». Семейный бизнес – гарантия качества. Я говорю, вот сейчас пойдемте по Москве, нет ни одного портного, ни одного сапожника. Я заказываю за границей. Выставка торгово-промышленной палаты в Госдуме, в рубрике «Панорама». С каждым днем все меньше и меньше. Демография вымирания прямо сейчас, в главной теме. 27 мая этого года при поддержке Российской Академии Наук, Государственной Думы и Общественной Палаты Российской Федерации состоялось открытие первого Всероссийского демографического форума. Владимир Жириновский в своем выступлении акцентировал внимание собравшихся на необходимости принятия на государственном уровне конкретных практических шагов для достижения целей, обозначенных в концепции демографического развития страны. Я был автором закона. Уговорить женщину родить и забрать ребенка на государственное попечение. Она не хочет, мы согласны. Но мы просим ее родить и заберем, а за это дать ей семейный капитал. Она избавляется от ребенка, но не хочет она. Мы получаем рождаемость дополнительной. Это, я считаю, 3 миллиона в год у нас искусственное прерывание. Может быть больше или меньше. Но вот никто не хочет. Это идея не просто пожелания. Я был автором закона. До сих пор законопроект Жириновского, способный дать стране прирост населения в полтора-два миллиона человек в год из-за сопротивления фракции коммунистов, лежит под сукном. Еще момент в село. Легче всего много детей на селе. Нельзя это хвалиться. Урбанизация достигла какого-то процента. Наоборот, законсервируйте. 80% населения живет на селе. Сейчас 20, по-моему. Максимум 30. То есть сохранять там, где высокая рождаемость. Ну раз так не получилось, сегодня давайте дадим больше социальных пакетов. Сегодня давайте пропаганда. Назад, в деревню. Кто живет там, им сказать условия. И назад пусть едут. Мы сейчас даем подъемные. Вот врач едет на село, учитель тоже скоро будет получать. Это вот все могли бы те меры, которые способствовали бы. Но, повторяю, нету органа, кто этим занимается. Жириновский уверен, что необходим отдельный исполнительный орган, занимающийся исключительно демографией, со своим бюджетом, штатом специалистов, полномочиями министерства и четкой программой действий. Еще один фактор, способный значительно увеличить количество жителей – миграция. Переселенцы. Сейчас, за пять лет, мы могли бы получить 10-15 миллионов с Украины. Никто не занимался. Вот только сейчас начинаем паспорта давать. И то он там останется пока. На всякий случай он может потом с этим паспортом приехать к нам. Никто не занимается. На Балканах война. Тысячи сербов приехали бы из Косово к нам. Никто не занимается. То есть вопрос знают, говорят, обсуждают, обьют в ту точку, которая малоэффективна. Лидер ЛДПР назвал еще десяток направлений, развитие которых даст значительный подъем рождаемости. Прежде всего, ЭКО, которое должно стать для всех бесплатным. Также это пропаганда усыновления и поддержка патронатных семей. Естественно, необходимо полное обеспечение жильем и детскими садами молодых семей. Жилье – проблема. Жилье. Больше дешевого жилья. Вы бы даже восстановите общежитие. Там комната будет. Чтобы они могли вовремя получить отдельное жилье. Дешевое, бесплатное. Если они молодые, дайте ключ от комнаты. Родился ребенок однокомнатно. Второй двухкомнатно. Третий трехкомнатно. И все. Больше не надо. Четвертый, пятый, шестой не надо. Вот, чтобы было понятно. За третьего получите трехкомнатную и больше ничего не получите. Молодежные кооперативы, жилищные. Почему восстановить? Ребята в строительстве будут работать на этой стройке, зная, что это их будущее жилье. Группа депутатов ЛДПР по поручению руководителя фракции Владимира Жириновского и по итогам послания президента выступила с законодательной инициативой об ипотечных каникулах. Председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко рассказал в нашей программе о новой инициативе фракции. Очень часто человек, который взял ипотечный кредит в силу каких-то жизненных обстоятельств, может потерять работу или появились какие-то другие расходы, или его семья там увеличилась, вынужден просто просить помощи у банка или у государства в связи с тем, что он не может стабильно выплачивать ипотечный кредит. В этой связи банки проводили довольно жесткую, такую агрессивную политику, поскольку главная цель коммерческого банка заработать деньги. Очень редко они вставали на сторону потребителя, того, кто брал этот кредит заемщика, и в итоге человек рисковал потерять и работу, и квартиру, и деньги, которые он уже уплатил за ее приобретение. Законопроект ЛДПР предусматривает отсрочку платежей в случае объективной невозможности должника выплачивать ипотечный кредит. Объективными причинами являются потери работы, увеличение членов семьи, болезнь лечения, которая требует значительных финансовых затрат. Срок отсрочки может достигать одного года. Также предлагается временное снижение выплат по задолженности. В этом случае, если право на заморозку кредита у человека появляется, он после того, как нашел работу или где-то получил возможность иным образом зарабатывать, свои выпадающие доходы компенсировать, он может возобновить выплаты по ипотечному кредиту, и все для него закончится хорошо. Еще один вид каникул для должников, предложенный ЛДПР, это каникулы коммунальные. Задолженности многих граждан по коммунальным платежам велики и сопоставимы даже с ипотечными кредитами. Долги эти образуются, как правило, у пожилых, одиноких людей и многодетных семей. Иногда они достигают сотен тысяч рублей. По поручению руководителя фракции Владимира Больща-Живеновского мы разработали проект закона о так называемых жилищно-коммунальных или коммунальных каникулах, когда человек по своему заявлению может попросить у управляющей организации определенный период отсрочки, когда он может найти эти средства самостоятельно, как-то их изыскать, в случае, если он может найти другую работу или подработку, или, допустим, если речь идет о одинокопроживающем пенсионере, у которого, например, трехкомнатная квартира, то ему может потребоваться какое-то время для того, чтобы или переехать, или разменять. То есть должен быть достаточно гибкий набор инструментов, чтобы граждане, не залезая в долги, могли выполнить предусмотренную законом обязанности заплатить эти и без того большие жилищно-коммунальные платежи. В Госдуме прошел правительственный час с участием генерального прокурора Российской Федерации. В ответном слове со своими замечаниями и предложениями по работе прокуратуры страны выступил лидер фракции ЛДПР. Ну вот чисто информационно. Мы сделали такой закон о политических партиях, что слово «Россия» включили в название партии. Вот информация, ребенок слушает. «Единая Россия» стреском провалилась в каком-то регионе на выборах. Он не понимает. Он думает, что Россия провалилась. И растет коррупция в рядах справедливой России. Он думает опять плохо о том, что это Россия. Да запретить слово «Россия» использовать в названиях любых учреждений. Никто. Партия в России. Статистика, даваемая прокуратурой, несовершенна. Сейчас оценка дается в абсолютных числах, а должна из расчета на 100 тысяч жителей. Например, в абсолютных значениях количество заключенных выросло, но реально оно значительно снизилось. Вся статистика должна быть на 100 тысяч населения. У нас заключенных в два раза меньше, чем в США. Нас-то радует. Все меньше и меньше. Но в царской России было еще меньше. Больше всего было в советский период. В 10 раз больше, чем в царский. Так какой режим лучше, если в советском режиме в 10 раз было больше заключенных? Это же статистика. Жириновский обратил внимание генеральной прокуратуры на работу российских судов. Ими выносится всего лишь 0,2% оправдательных приговоров. В то время как в судебной практике западных стран таких случаев на порядке больше. Оправдательные приговоры. Меньше всего у нас в стране. Почему? Что у нас такой жесткий режим? Во всем мире огромное количество. Где-то до 20%. У нас копейки. ЛДПР много лет борется за изменение системы наказаний. Тюремное заключение должно касаться только тяжелых преступлений, таких как убийство, крупное хищение, терроризм. Для всех остальных наказание не должно быть связано с ограничением свободы. Ну что у нас в тюрьмах сидят инвалиды, дети и женщины? Ну давайте отпустим их. И вообще в тюрьмах должны остаться только убийцы, мошенники, наркодилеры. Давайте больше мер пресечения, когда подписка о невыезде, штрафы, значит ограничения в свободе. Давайте введем новый вид наказания. Представляете, это хорошо было. Ссылка. Это самый легкий вид наказания, но он самый тяжелый. Вот ты уедешься в Москве, не будешь жить. Пять месяцев ты уедешь вот туда, указать ему место проживания. Это хорошая мера наказания. Жириновский напомнил генпрокурору о необходимости гуманизации пенитенциарной системы. То, как содержатся люди в следственных изоляторах и тюрьмах в России, недопустимо ни в одной стране, претендующей называться цивилизованной. Услежание в тюрьмах. Только у нас в камере туалет стоит. Этого нет такого вообще нигде. Тюрьмы сейчас как гостиничные номера. Интернет, холодильник, душ, окно без решеток. Можешь заказывать питание с ресторана. Только у нас тюремная похлебка и никаких прав у заключенных. И сидят в старых тюрьмах, которые еще царь построил. В преддверии Дня российского предпринимательства в Государственной Думе открылась выставочная экспозиция Торгово-промышленной палаты России, посвященная роли семейного предпринимательства в развитии отечественной экономики. Предприниматели, конечно, пострадали очень за истекшие сто лет. Был удар по частной собственности, заодно и полетел семейный бизнес. Мы идем по Москве и видим, шикарный особняк Лебушинский построил. Советская власть за сто лет ни одного такого особняка не построила. Сейчас там дом приемов МИД находится. Я приезжал в Орехово-Зуево, стоит больница, школа, с красного кирпича построил Морозов. Это кайфические изделия, абрикосов. Крепостной был при царе, крепостной. И дошел до такого предприятия, где 500 тонн сладостей, 40 фабрик было. Все семья подряд. Но всех разогнали. Жириновский считает, что закон для развития семейного бизнеса должен быть один. Не мешать. Семейное предпринимательство – это лучшая гарантия качества. И если сто лет назад семейный бизнес в стране был ликвидирован как явление, пришло время все вернуть на круги своя. А государство со своей стороны должно сделать все, чтобы поддержать семейный бизнес. В этом залог развития экономики и подъем уровня жизни всех граждан страны. Я говорю, вот сейчас пойдемте по Москве. Нет ни одного портного, ни одного сапожника. Я заказываю за границей. За границу идут заказчики. Приходят и делают нам костюмы, рубашки и ботинки за границей. Наши все это могут. Поэтому правильно вы все сделали. Только чтобы не было просто выставка праздника. Чтобы дальше помогать. Чтобы чиновники помогали. Все эти мэры, губернаторы этим должны заниматься, так сказать. Чтобы действительно мы получили максимум товаров, хорошего качества именно от семейного бизнеса. Спасибо. Субтитры предоставил DimaTorzok Это будет серьезная игра. Подробности в группе ВКонтакте и на сайте Курган.ру Регистрация команд проводится по адресу Куйбышева 36, офис 308. Новые приключения в игре «Сокровище старого парка» от журнала Телесемь. Известная игра засверкает новыми яркими гранями. Пришло время собирать камни. Ищи в журнале Телесемь драгоценные сапфиры и изумруды и готовься к встрече с пиратами. 16 июня в Центральном парке культуры и отдыха состоится финал игры с поисками сокровищ. Подробности в журнале Телесемь. Мегахенд. За честные цены на одежду. Встречайте в новом номере журнала Телесемь. Зачем звезды шоу-бизнеса дружат с простыми людьми? Как выбрать правильный крем от солнца? Выращиваем виноград. Секреты хорошего урожая. Новый номер Телесемь в продаже со среды 5 июня. Покупайте Телесемь в супермаркетах «Метрополис», «Магнит» и в сети магазинов «Лето». Ансамбль «Казачий круг» 15 июня выступит в Кургане на фестивале славянской и казачьей культуры «Русское поле». Коллектив объединил людей, живущих народной культурой, музыкантов и этнографов, писателей и мастеров народных ремесел, профессионалов и любителей. Здравствуйте! С прогнозом синоптика вас знакомит Сюзанна Искаян. В пятницу синоптическая ситуация в Зауралье обусловится тыловой частью циклона. Вместе с кучево-дождевыми облаками и скоротечными ливнями в сопровождении порывистого ветра в регион севера поступит порция более теплого воздуха, что повысит температурный фон почти до климатической нормы. В Екатеринбурге плюс 19, плюс 21, в Тюмени плюс 20, плюс 22, в Челябинске плюс 18, плюс 20, местами кратковременный дождь. В Кургане облачно, кратковременные дожди, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый, температура воздуха плюс 10, плюс 12. Днем в Кургане облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду, температура воздуха плюс 19, плюс 21. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба. 7 июня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!